В Старице состоялось открытие набережной Волги после благоустройства. Это одно из видовых мест города. Часть улицы от церкви Праскевы Пятницы до церкви Поврожения Господня обустроена по региональному проекту формирования современной городской среды, национального проекта «Жилье и городская среда». Каким стало одно из центральных мест города, расскажем прямо сейчас. Берег Волги напротив Успенский монастырь. Это одно из самых красивых и часто посещаемых туристами видовых мест города. Поэтому ее реконструкция была одной из главных задач городской власти. Мы гордимся тем, что мы привнесли что-то новое в наш исторический город. Это сегодня мы видим определенную реакцию населения, гостей, которые уже до момента введения в эксплуатацию данного объекта стал излюбленным местом посещения. И буквально здесь вечером мы наблюдаем старичан, прогуливающих, гуляющих со своими семьями, с детьми. Это очень здорово. На самом деле, я считаю, что мы, наверное, попали в десятку, когда определили объект приложения наших усилий. На набережной было отремонтировано асфальтобетонное покрытие протяженностью более 340 метров, создана прогулочная зона из брусчатки, установлена линия освещения, чугунные лавочки и урны. Общий объем финансирования проекта составил более 6 миллионов рублей. Кроме того, у Старицы ведутся работы по дальнейшему благоустройству города. В этом году мы не только набережную сдали. В этом году мы сдали благоустройство, допустим, дороги по улице Мира. Это исторический центр, где частные дома, но там сделали новый асфальт, новые тротуары из брусчатки, ливневки и так далее. Потом, говоря о благоустройстве, в прошлом году мы открыли сквер на улице Коммунистической, где в спальном районе для прогулок детей поставили хорошую новую большую площадку в виде корабля. Кстати, подписав его адмирал Корнилов, чтобы как-то имя было узнаваемое нашим молодым поколением. Всего в 2019 году в Тверской области по национальному проекту «Жилье и городская среда» проводится благоустройство более 50 дворов, свыше 90 общественных пространств. Бюджет проекта – почти 450 миллионов рублей.